всем привет сейчас буду разбирать собирать смазать подшипники это с узла греем вот эти два подшипника они одинаковые отличаются только тем что это однорядный и фирмы подороже это двухрядный и фирмы подешевле он без маски практически или смазка высохла вот этот может быть не откроется потому что вот эти заглушки они скорее всего высохли вот этот откроется эти тоже с одного узла но нижние оба однорядных разный пробег эти прошли 70000 плюс-минус 5000 эти прошли где-то 25000 эти открываются вот эти не открывается здесь я попробовал демонтировать заглушку она раскрошилась сейчас я попробую с этого снять заглушку аккуратненько нам потребуется смазка шприц 5 кубов достаточно ну вот иголочка моя любимая давайте попробуем снять так здесь вот резиновое уплотнение уже крошится резинка высохла попробуем аккуратненько чуть-чуть подниматься начала следующем месте чуть подальше пипец продавилась резиновая вот это уплотнение с краешку и все он высох когда долг при больших пробегах у них получается вот это вот высыхает все то есть он пока стоит все протыкается просто получается начинает крошится жаль вот так потихоньку снимается видите резинка резинка превратилась в пластмассу на жесткой вот она просто пусками отваливается вот такими печалька если была такая принципе новая крышечка можно было попробовать сделать так а теперь живой подшипник давайте вот это наверное здесь получается то же самое резиновая плотняшка по внутренней пойме здесь разница в том что мягенький она резиночка даже ходит чуть-чуть засунули оп она уже начала вылазить чуть-чуть дальше также об м youth affective п Before the получается иголку загоняете вот под эту резинку под эту резиночку я туда засовывать потихонечку и приподнимаете здесь она уже придут после предыдущего раза разбора ножка была крышечка поглубь но и можно выпрямить назад саму ножка резиночка была целой так приподняли видите вылазить начала с одного края не знаю на видео не видно вот она получается начала вылазить то есть она здесь приподнялась и дальше так же аккуратненько под резиночку загоняете иголочку она еще чуть поднялась вставляем все это делается аккуратненько повредить от самую обои могут она вылезла еще чуть-чуть так об еще чуть-чуть вылезла и дальше вот она с внутренней стороны практически везде поднимается вот так вот дальше можно в одном месте подцепить вот так вот так вот под резиночку загнали в одном месте подцепили взять какую-нибудь тоненькую отверточку и все вот так вот засунуть тихонечку оп видно не видно иголочку умираем тоненькой отверточкой все подшипник смазки в нем чуть-чуть но мы сейчас добавим и получается и крышечка ровненькая целенькая и здесь вот видно что резиночка мягенькая опять находят туда-сюда теперь мы берем шприц вот так вот оп туда оп туда оп туда хоп 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 и еще и еще вот так вот так вот прокручиваете смазочка потихонечку начинает расползаться по самому ролику если оно туда вовнутрь и входит получается где иголка вот в этих вот местах где выпукласьте там шарики где ямки куда мы смазку набиваем там шариков нету и прокручиваем прокручиваем прокрутили смазочка чуть-чуть туда ушла берем еще раз здесь было где-то куб полтора наверно даже то есть в принципе на этот ролик то же самое еще чуть-чуть еще чуть-чуть и еще чуть-чуть и еще чуть-чуть еще немножко еще немножко еще немножко так и вот сюда еще чуть чуть все смазки много не надо она получается в процессе работы когда ролик будет крутиться за счет центробежной силой эта смазка пролезет в процессе еще она нагреется станет более жидкой и пролезет туда вовнутрь к самим шариком и их заполнить то есть это он однорядный если двухрядный то придется разбирать с двух сторон однорядным достаточно с одной стороны будет разобрать но сугубо мое личное мнение чтобы лишней фигней не заниматься и все вот она там потихонечку расползлась то есть сколько мы добавили практически куб от пяти кубов шприца сюда зашел все теперь берем эту крышечку смазки здесь в принципе она не вылазит не выпирает теперь крышечку смотрим чуть-чуть согнулась об об ее немножко выпрямили и здесь чуть-чуть выпрямили и здесь чуть-чуть уже было было ровненькая еще она бывает и перекашивает как бы ну вот так вот то есть она во внутрь немножко это то есть как мы вытаскивали получается поддевали иголочкой она немножко приподнялась от страны то есть достаточно будет вот так вырубить все ровно и хорошие и круглые теперь берем подшипник и вот это сюда вставляем с одной стороны нажимаем он провалился 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 все вот с одной стороны получается торчит мы нажали все он сел он со всех сторон должен быть по внутренней окантовки должен быть одинаковый одинаково сесть скажем так одинаково выпирать то есть пальцем когда вот так проводишь он одинаковый с внешней стороны то же самое проводим смотрим все хорошо здесь все села резиночка здесь торчит везде одинаково по краешку поэтому не видно наверно фига все резиночка везде сидит одинаково она везде вылезла и все то есть она отжимает внутреннюю обойму ролика все и теперь мы его когда крутим смазочку еще прижало сейчас вот так вот еще прокрутим пару раз то есть он тугенько довольно таки крутится то есть нет свободного хода все он стал крутиться прям ну достаточно туго все села все хорошо с нарядами мы разобрались здесь получается заднюю крышку мы не трогаем потому что она очень глубоко расположены есть риск ее это поломать или погнуть очень сильно хотя принципе это все можно выпрямить все ролик готов ролик набит ролик крутится туго в процессе работала нагреется смазка нагреется и расползется по внешней обойме где находятся шарики то есть и все многое если вы напьете то смазка может начать влазить то есть по внешней обойме у меня был уже такой случай что смазка получается начала начала выкидывать возле грейм там все было просто забрызгана и поэтому много не надо накладывать то есть ну грубо говоря вот на такой однорядный подшипник здесь ушел где-то куб на двухрядный ну пусть будет полтора куба сейчас вот это получается разобрать у нас не получилось но здесь он закрытый слышится вот этот пластмассовая а вот если по этой стучать слышите она мягкая резиновая вот в чем разницы да вот эта крышка высыхает становится пластиковой нормальное состояние если она еще мягкая ее можно снять поменять смазку и спокойно ним ездить дальше здесь сейчас скорее всего получится так же как и всем ну да продавилась то же самое что и с той стороны кусок выбила то есть она просто крошится если есть возможность где-то купить такую же крышечку скажем так на подшипник или где-то к заимствовать им нужно рассказать все копите короче очень жаль ну сейчас получается мы просто расковыряем чтобы скулить процесс сняли здесь такая же история вот она смотрите внутренняя часть которая держит мужская саму смазку она просто стала пластмассовым ну когда он так раскрашивается если у вас есть скажем да где взять крышечку я не знаю к сожалению продаются они или нет берете водушку и просто брызгайте у него и промываете если есть сольвент или растворитель или еще что то то есть можно ролик спокойно промывать теперь берем также шприц и туда по краешку вовнутрь потихонечку туда заходит отличненько между внутренней обоимой всегда то есть там щель он получается снаружи как бы закрыта крышечка еще внутренней который держит шарики и вот с внутренней стороны там щель то есть вот в эту щель получается вы и забиваете и с этой стороны тоже самое прям вот так вот наклоняйте внутреннюю часть и вот так выдавливаете и все то есть у меня смазки осталось прям совсем чуть-чуть смысла нету я не вижу надо что-то добавлять дальше но крутит он стал чуть чуть потуже но все равно свободно вот маленький подшипник он тоже когда стучишь в резиновенький и если вот сюда вот так вот иголочку просунуть она спокойненько горло и там ничего не треснула подели с одной стороны подели берем другую под резиночку об чуть дальше под резиночку под резиночку видите она мягенькая хорошенько ходит под иголкой дальше также засовывать этот смазанный уже все резиночка получается снялась то есть если докладывать восток смазки получается и шарики все смазки пончунь учите надо здесь тоже самое между шариками только под оп 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 смазки чуть осталось практически не дать оп 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 все есть но он уже смазанный был до этого можете ни свободу ничего нет получается смазка со временем работ так же опять пошибник нагревается смазка нагревается все это спокойненько по внешней обоями расходится самое главное чтоб резиночки были целые и это все ничего не пропускала все и теперь сажаем на место так об сел чуть-чуть подальше также как снимали об сел все и дальше дальше все он щелкнул защелкнул серисе все также его пальчиком проверяем чтобы ровненькие по внешней обоями тоже все хорошо все сел смотрим на резиночку резиночка получается наружу выходит то есть она она как бы облегла обтянула внутреннюю двойму и все второй ролик тоже готов так вот они смазываются единственное что ну со старыми роликами очень очень большая проблема их практически не получится смазать после того как смазали берете тряпочку и просто все протираете это тоже на про запас он смазан давайте сейчас даже я его сейчас тоже разберу резиночка смотрите когда не нажимаю на мягенькая и отходит спокойненько здесь получается чуть 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 подальше чуть чуть-чуть и еще подальше чуть-чуть по кругу прошлись стронули все сняли маски здесь тоже немного да то сразу выпрямляем то есть она как будто немножко домиком все не сильно так чуть-чуть добавили как раз хватит смазать теперь берем подшипник и по чуть-чуть вот так вот хоп туда вовнутрь вот здесь как раз куб также прокручиваем смазочка видите как рассасывается подшипник и крышечку получается прокрутили распределили берем теперь вот эту крышечку также одной стороны папу 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 стоп так вот я пальчиками одним где одним держите вторым чуть дальше продапливаете об шлезть по краешку так вот он все нормально все хорошо все вровень резиночка облегла все хорошо с внешней стороны тоже чтобы этот подшипник получается у него заглушка она идет практически в ровень с внешней с внутренней обоймы и все свободного ухода практически нету во время работы немножко уйдет в ту часть подшипника немножко уйдет в шарики и все у вас в принципе смазанный абсолютно рабочий подшипник вот здесь села все хорошо все четко все подшипники смазаны это тоже смазан эти два старых подшипника с большими пробегами теоретически их помыть почистить тоже смазать если кто-то знает где взять вот эти крышки на такие подшипники напишите в комментариях потому что я например особо даже не заморачивался этим вопросом можно их положить на хранение для этого опять же берем смазку чуть-чуть вот сюда вот выдавливаем побольше естественно просто мне не осталось и размазываем так вот то есть по этим по железным частям по всем то есть ролик сам здесь получается обмазывает вот так вот чтобы он был в смазке и все его можно положить убираем его в пакетик и все и коробочку всем спасибо всем пока и и и и